Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Речь идет, говорит, Павел, ревнует о вас нечисто Есть люди, которые хотят, чтобы они к ним перешли и нечисто уводят куда-то И написано, до ревности любит дух живущий в нас Бог ревнует нас к этому миру До ревности Начинаем, когда смотреть в Священном Писании, найти точное определение этого слова Оно показывает огненное дыхание Два брата Отец умер Делить имение никак Кто где работал, где тут все припомнят Где чья труба Два брата Вот пишет рассказ «Один дом» Он живет с братом, но не женатый С ним поднакомилась какая-то Она не монашка, но прислуживала к церкви Черноризица, называли ее И похоже он стал готовиться жениться А та, которая вошла в дом У первого, старшего брата Она Поняла, что дом будут делить Они оба одинаковые где-то И когда они на какой-то вечер пошли В это время он был выпивший Когда приходит домой, он мертвый Тот, который как бы претендовал Оказывается, она уходя Что-то как бы забыла Вернулась, печь топилась Она закрыла трубу И он от угара умер Трагический случай И старший брат все думал Как он мог встать? Кто видел в окно? Окна не зашторенные Никто не видел, что он ходил Да как он мог закрыть, когда лежал совсем пьяный? Он догадывается, стал Ну а дальше уже догадывается, что из этого будет У людей ревность Не по рассуждению написано Но существуют определенные рамки В которые человек, даже не ревнуя Должен входить Желаешь ты или не желаешь Вот мы Володя, я сейчас остались с боя Сергей и Виталий И у нас постоянно где-то что-то цепляется Почему? Определенный порядок И в этот порядок надо войти Человеку, который пришел Пришел и он в свои порядки Или никакие порядки Сказано на обед На завтрак, на ужин Время 7 2 часа 7 Не опаздывать Обязательно опаздывать Причина какая? Договорились так Еще раз предупреждаю Если ты опоздал Разворачивайся с порога До следующего до обеда Или где без завтрака Ясно дело, что у человека начинает Оборачиваться Почему? У него требности к порядку Разницы нет Меня нет На этом тоже Но если важные Приехали какие-то люди Я с ними и был Мы спрашиваем конкретно Что случилось? Баня Баня в субботу Вот я просто показываю вам Просто как Делайте как хотите Но нельзя Баня деревянная Это не городская баня Где там круглосуточно Она работает здесь Я показываю В такое-то время Володя спрашивает Во сколько-то пить? Во столько-то В 11 или в час В зависимости от того Что мы делаем Последний человек Не знает Когда кто вышел А мужчины и женщины Первый всегда Я просто делюсь с вами опытом Ревновать об уставе Эту мысль Алеша Устинов Постоянно подчеркивает Не забудьте это Устава не будет Ничего не будет Каждый в свой угол потянет Я выхожу Володя сидит на скамейке Около скворечника Видит когда я вышел Я иду Спаси Христос И стопил Все хорошо Но говорю У нас ласточка там была От жара там Не получилось еще Она теперь в предбаннике Постарайтесь дверь не открывать Понятно? Дверь не открывать Я даже в этот день Пока ласточка не вылетит Я не буду париться Веник взял Но с этим и вышел Следующие за мной идут Ребята Просто конкретно Вчерашний случай Где-то Мало того что Парятся Еще вышли отдыхать А потом по второму заходу А ласточка И сидит прямо Ну ты видишь Она кричит Летает Не может залететь У нее яйца погибают Ничего не знает Главное своя ревность Ревность о своем пузе Я не стал париться Я говорю Он не слышит человек Ну быстрее выйди Пошел к Надежде Васильевне Надежде Васильевна А я уже у вас там месяц Или сколько больше не ходила Почему? А ты заранее Подойди И сядь на скамейку Смотри как последний Выходит И заходи Последний вышел Кто в бане? Никого нет Я срочно должен распечатать все Чтобы сквозняк был Поднять половицы Иначе она вся сгниет Ее нету А я не успела Раз не успела Два, три Уже внутри ясное дело Что? Человек начинает перелопачивать это Где уважение к Уставу? У нас Устав и на баню Вчера пришел Давай быстренько Готово? Не готово сидеть перед этим Перед компьютером Не отвлекаться прошу Это непростое дело В мире из мелочи Вот это все получается Почему не готово? Я сейчас приготовлю Стою минута Вторая, третья, десятая Собирает С чем идти? В баню не заносить Никаких зелени Напаривать Все бросаете Это гниет Я не могу каждую минуту заходить Я открыл Сегодня прихожу Всю ночь запечатан Наверху вентиляции нет Этому надо стирать Я говорю Стирать никак сейчас нельзя Скорее пропустить Кто у нас люди есть Это очень важно Поревнуйте об Уставе Так Что получилось? Приходи после богослужения Вода горящая И стирай Пришел вчера? Не пришел Я до конца Перед тем как здесь спать Еще смотрю Был или не был? Не был Вот я хочу сейчас Именно когда ждут люди Сидят А мне ноль внимания Я должен сейчас стирать Или принимаешь устав Или не ходить в баню Строить свою баню Она гниет Я все распечатал Вынес Прихожу обратно Все сложено Заткнуто Баня закрыта до утра Есть поговорка такая В мире Сивкины глаза Сивка называют Коня Это не только это Это во всем Мы если ревновать будем Молиться То мы услышим Такое чудо Как выступал Я не знаю Вчера или позавчера Где-то Путин В словах Которые от правителя России Даже при царе Не слышали Он говорит Экономические проблемы Я не люблю Это слово Проблемы Взаимоотношения Наций Все наладится Если будем жить По заповедям Христа Иисуса Да за него День и ночь Надо молиться Да как кто Пойдет за ним Не надо об этом Он сказал Кто пошел Золотолусом Его свергли Его веревкой За шею Привязали и тянули Он едва живой Остался Монахи так его ненавидели Что целые отряды Составили В горах караулили Едва едва живой Остался Одна женщина Приняла Они окружают Сказали Это варвары пришли Он между двух ослов Его положили Полотно как бы Упал осел Он покатился К пропасти Половина проповедей Быть третьего тома Не было Поревнуйте О том Пока есть златоуст Пока нам его не закрыли Люди искали Спустя столетия Находят шестой том Прошло еще Сколько лет Ну я не знаю Сколько Но лет двести пятьдесят Находят еще один том Четвертый толкование Где у армян Почему Люди ревнуют Ищут Буквально по одной строчке Иногда весь том Разбитый пополам Творение Святого Иоанна златоустства Вторая часть Спурио Творение Приписываем Златоусту То есть Очень похожий стиль Ну не знаю Кто это сказал Григорий Богослов Или кто В его том включили Двенадцать томов Почему Ревность У нас есть люди Которые не ревнуют О вечернем богослужении Их и сейчас Нету здесь Ну Раз пропустил Два Раз и два Наконец Совершенно не ходят Вы не думайте Что просто так Когда ближе Познакомишься с людьми У них ропот Непрерывно идет Они недовольны батюшкой Недовольны мной Недовольны деревней Недовольны друзьями Всем недовольны Ходят в воскресенье И воскресенье не ходят А если и ходят А случая к случаю Занятия идут Почему нету А это из-за тебя не ходят Из-за меня в храм не ходят Где вы такое видели Да какой ты христианин Ты просто бродяга Даже если тебя враг Враг Преследует И тогда молитесь за врагов Молитесь А не то что уходите из храма Где это видно Ходит на занятия Спрашиваю Нет А почему Занятия ведет Виктор Николаевич Савченко Спрашиваю Ходит Не ходит А почему Ко мне имеют Я неправильную характеристику Там дал Дочери или сыну Теперь спрашиваю Ходит Занятия ведет батюшка Не ходит Совсем не ходит Не в храм никак А до ревновал Особое место присутствия Божие Когда батюшки не было А тут встали полные службы Я говорю Не надо полные А вот как Виктор Николаевич составил Я дал на рассмотрение Епископу Иптихию А на 45 минут Там говорит Все включено Епископ одобрил Для меня достаточно А человек этот был против И говорил А вот Это место особого присутствия Божьего Совершенно нету А что делать Ничего Только молиться Ты один раз ночью не встал Не встал А тебя следующая ночь Уже не разбудит ангел Ты не знаешь О чем я говорю А о том Что Ангел говорит тихо Мы как понимаем Бог Это гром Вот это Бог Мужик русский Не перекрестится Пока гром не ударит Так Но оказывается Не я один понимал Так Или я Гром Нет Раздирающие скалы Ветер Буря Цунами И Бога там нет И наконец Тихое веяние ветра И сказано И там Бог Я слышал неоднократно Когда ангел Будет человека на молитву Я одна сестра Я могу назвать Долгова Анна Демидовна Я говорит Один раз не встал Только сейчас встретила мужа В комнате холодно Я только сейчас помолилась А он пришел С завода авиационного Андрей Долгов Андрей Педотович Я опять слышу Аня Вставай Я не встал И больше никогда Этого не было Понятно Надо научиться У ангела Просить прощения Ревность Общение с Богом А человек не знает этого Я ему говорю Ты на занятиях не был Какие проповеди Вчера Батюшка прочитал Златоуста Человек если ревнует Он говорит Хорошо Хорошо Я не могла У меня гости были Там ездили далеко Я не буду скрывать Даже скажу Людмила Анатольевна Сестра Татьяна Мы прослушаем еще Это ревность Ревность абсолютно во всем И когда говорят Вот он два занятия не был Ну еще особенно Он не отстал Он уже в другом направлении идет Ему надо теперь всех повернуть И он будет первый Потому что он далеко отстал Теперь он вырвался вперед Обратно Я начинаю рассказывать О событиях библейских Он как будто первый раз слышит Ты один раз позволил себе рыбу В среду и пятницу Когда не разрешено Теперь только карасиков тебе подавай Опять не сокровавый Городей Не просто так Если ревности нет А спасение своей души То о другом Ты не будешь думать Я постоянно говорю При вас дети Сытые ложатся Да А одна мать говорит Ты лег на печку Сынок Почему ты меня на молитву не поднял Я так устала Я все-таки встала Где твой брат На войне Где-то они переходят Ледяную реку Их никто не обогреет Они в окопах замерзают А мы лежим Спим Я просчитал это все У Спиридона Был такой среди бурят Миссионер Кисляков кажется Фамилия его Мы должны слышать О том Что делается где-то Дети твои сытые А в Сирии погибают За кусок хлеба Что угодно человек берет Этим пользуются Самые грязные люди И когда Слышишь Он поманил пальцем И она зашла И она один вопрос И когда задает Даже слышать страшно Лишь бы дал картофель На одну съесть Благодари Бога Наполни уста благодарностью Что есть ревность Ходить в храм А человек Который не ходит У нас был священник Уехал Я спрашиваю Трагедия в семье Настоящая Не ходит Никто И сам не ходит Однажды он уехал С нашим епископом Епископ говорит У меня богослужение Приходи А вам Лицемеры нужны Он ему отвечает Вы знаете о ком я говорю Вот в этом доме он был А епископ говорит А зачем У меня своих лицемеров хватает И на богослужение не пришел А какую ревность показал Давайте все сейчас Вынесем Алтарь откроем Престол вынесем сюда Батюшки не было В этот день И меня не было Бежал по всем домам Одного человека нашел А пусть два раза будет литургия Один раз на славянском Другой на русском Эта ревность Бездумная Нас задушат сразу Нам Бог позволил Пройти так называемая Золотая середина А что такое Ни налево Ни направо Прямо за Господом Мы просили Библейское Считать на русском языке Епископ За три Три года запретил Разговаривать И мы это выдержали Епископу ни слова не сказали Написали в Синод Прекратили везде писать И когда наступило 23 мая Три года кончилось Мы стали А потом епископ Сам повернул на русский язык Стал переводить Погребальные Там какие Подпевания Вот как Бог делает Мне сейчас звонит Священник в Москве Он видел Дайте места писания Между иконами Повесить в храме Понимаете Работает наш храм Мы не пошли дальше Иконы Остались Но между ними Священное Писание Библия говорит Напиши Что я сказал На косяках Напиши Чтобы на лбу носить Тебя К слову сказать Видите Какой у меня праздничный прибор Мы вытаскивали Рабицу И все Я изорвал ее Фурашка А ей 30 лет Кажется было Я Надежде Васильевне Сказал Вот ше Что это Наш российский флаг Батюшка увидел Засмеялся Говорит Но Патриота От подошвы Ноги до темени Головы Я говорю Твоя-то тюбетейка Чем лучше Так у меня награда Я говорю Тщеславие одно Награда Какая тебе Награда А у меня Это закрывает солнце И говорю о том Что я молюсь за президента Это божественный флаг Родились все в крови Другой не рождается никак Думать должны о небе И великий белый престол будет Это единственный За мировую историю Флаг такой Он не человеческий Я хочу Чтобы у меня Когда хоронить будут Заламинированный Новый завет лежал Сергею Павловичу наказал И на кресте Все время висел Новый завет Который не промокает И написано Кто желает Берите бесплатно Взяли Следующие повести Я хочу из гроба Проповедовать А тот услышал И я это Такие похороны хочу Поэтому Если мы желаем Быть ревностными Что Бог Не осудил нас За тепло-хладность Горе нам И когда два брата Пришли судиться Господь говорит Кто меня поставил Делить между вами Даже Господь Не взялся За это дело И говорит Как я желаю Чтобы сошел огонь То есть Дух Святой Просветил И ты бы сказал Брат дорогой Да возьми Да живи Да во славу Божию Из-за какой-то там Одной коровенки А пыль до неба поднимается Как хочу Чтобы огонь Ревности Возгорелся В каждом человеке Церковь православная Все обдумала И посты на месте Богослужение непонятное Ну у нас Больше половины понятно Но остальное Постарайся Я знаком с реформаторами Которые приезжали Которые в Барнауле были Трансмировое радио Твоя жена ему влечена Сергей Журавлев Его юридики руку полагают Его исключили из священства А теперь он у них там Архиепископ Он ни во что не верит Всем подыгрывает И еврейскую шляпу наденет И Они на этом не остановятся Никакой реформы Самостоятельно Это в церкви не сделать Можно сделать Что мы сделали Мы медленно-медленно К этому шли Чтобы лежала Библия На русском языке На аналое Положить Библию И это вопрос стоял А теперь И митрополиты приезжают И по-русски считается Все И Духа Святаго Господа истинного Упущенное Теперь старобрядцы держат Мы взяли А больше ничего нет Полная свобода Двумя летельми оперстами И нас никто не трогает Мы медленно шли на это Даже истинного включить И то написали епископу Он говорит Так это уже все клятвы сняты Со старобрядцев Что-то дурная ненужная Реформа Никона Она разделила русский народ А у нас это считается Духа Святаго Господа истинного Поэтому в ревности Нужно показать рассудительность Эту рассудительность Бог дал Духом Святым нам Я не знал Как батюшка отреагирует На то Что у нас надписи Мы повесили без него А он чуть ли не в обиде И говорит Так почему ты подумал Что я буду против Я говорю Вы все противники Главное это противники Вы Ян Златоуса Кто его свергли Патриарх Пилопил И епископы Златоус никого не боялся Говорит Боюсь только епископов Только епископов Ни перед чем не останавливается Епископ Фаретри Целую банду нанял монахов И на дорогах караулили Чтобы убить его Его охраняли Воины Царя И говорит Лучше попасть в руки И саврянам Туркам Чем этим злодеям Монахам Это все батюшка Сейчас считает Видите Он закладки сделал По 20 страниц Отстегивает Ну хоть маленько Нас ознакомит Где-то Вот о чем я хотел Сказать сегодня Приходите на занятия Решайте вопросы Задавайте Участвуйте в этом Бог открывает Все новое и новое Вчера по телефону Я разговаривал С председателем Сельсовета Лена Она говорит А два дома Два дня дома Не было Она скоро К нам Должна приехать Я договорился С Кириллом Чтобы привез ее Чтобы она Своими глазами Увидела Ее прокурор Вызывает Теперь уже К себе Что то что она За нас заступается И надо все Разрушить Поэтому усилить молитву Ее звать Людмила Алексеевна Кажется От Рушакова Да И по голосу Я по всему Увидел Она уставшая Но расположена Она может приехать В любое время Чтобы батюшка Тут храм показал Где Но главное Чтобы она увидела Что мы не занимаем Ни одного квадратного метра Сельскохоз Угодий А если мы Здесь В деревню ходят А рядом коровники Почему их не разрушают Коровники А они ответили Говорят Если бы свинарник был Или телятник Тогда пускай А если лагерь Музей То нельзя Ну и понятно Что им нужны свиньи А не люди Богу славу Спасибо Корчино сегодня 210 лет А? День деревни Сегодня в Корчино 210? Да Нет Она на 8 лет Моложе нашего Они не подтвердят Нигде Это не какой-то Главный музей Алтайского края На 8 лет Они моложе нас Я не спрашиваю Если ты его На 13 лет А то же Это для меня Знаете Видите Свои плоскости Сами Ни Ни